Голодание является стрессом, он стрессом таким своеобразным. Оно может быть отрицательным стрессом, когда люди голодают вынужденно. То, что было в Ленинграде, то, что бывает, когда у людей нет пищи где-либо, то, что бывает, когда люди оказываются в результате кораблекрушений в море, без еды или даже с едой. Когда люди испытывают страх, панику, отчаяние, безысходность. В этом случае голодание становится отрицательным стрессом, дип-стрессом. И оказывает патологические изменения в организме. Совершенно иное голодание тоже стрессовый, но это уже терапевтический стресс, когда голодание психологически принимается. Поэтому вы видите, что голодание является не только биологическим воздействием, но прежде всего и главным образом психологическим. Прежде всего. Вот когда голодание принято, тогда этот стресс становится лечебным. Или иначе эф-стрессом. И в этом случае происходят положительные перемены в организме. В 52-м году французский хирург Ален Дамбар и путешественник он был. Слышал такое путешествие на резиновой лодке через Атлантическое хиро. Вот вы об этом читали и слышали, написал потом книжку «За ботонку своей буты». Причем совершил он его без пищи. За 65 дней он переплыл в Акере. И вернулся здоровым, полным коленом. Почему он это сделал? Вот в эпиграфе к этой книжке он написал, вот так красиво, что вы, потерпевшие пребрегрушения, когда вы умирали на пятый и седьмой день, в одиночестве, раскачиваясь на волнах, под жалобные крики чая, то вы умирали не от одиночества. Вы умирали не от голода. Вы умирали от страха. И вот он совершил это путешествие, показал, что такое психологический фактор. В этом случае голодание становится совершенно другим воздействием, терапевтическим влечением. И оказывает, я упомяну лишь о трех основных эффектах. Наш первый эффект всем известен. Он был изучен в свое время и немецкими авторами, и американскими, и отечественными. Это очищение, оздоровление, выведение шлаков. Это эффект обновления организма, омоложения. В новости все давно доказано. Это эффект, когда организм во время голодания использует в качестве пищи старые больные клетки, ненужные всякие ткани и клетки. Второй эффект был выделен отечественному акту. Это эффект нормализации или гармонизации. Функции, которые до голодания повышены, приходят к норме. Которые понижены, приходят к норме. То есть голодание воздействует на такой центре, как, вы слышали, гипоталамус, генцефальный область, подкорпный область, который является регулятором всех функций в организме. И сердечно-сосудистые, и дыхательные, и гормональные, и любые. И вот этот гипоталамус приходит в результате вечернего голодания в нормальном состоянии. И весь организм приходит в нормальном состоянии. Эффект активации голодания стимулирует и нормализует все функции, которые были нарушены, не отклонены. И третий эффект также выделен был отечественными авторами. Это эффект повышения адаптационных возможностей в результате голодания. Когда голодание проводится правильно, настоящее лечебное голодание врачами, специалистами, тогда практически в 100%. В периоде питания наблюдается и восстановление энергетики, и повышение адаптационных возможностей. Люди, которые страдали часто гриппом, простудами, как правило, эти заболевания исчезают. Человек лучше переносит после голодания любые нагрузки, в частности космические, погружение в воду, водолазов и других, глубинные пограждения. Физические нагрузки, связанные с продолжительной ходьбой, бегом, там спортивные нагрузки и прочее. На 20% обычно увеличиваются вот эти адаптационные возможности организма. Вот основные моменты, о которых я обычно говорю. Есть и некоторые другие. Эффект. Значит, теперь я буду говорить об этих проявлениях, которые имеют место во время голодания. Значит, очень важно во время голодания принять это состояние как качественно иное, по сравнению с тем, когда вы едите. Это качественно иное состояние организма. По-другому функционируют сосуды, клетки, органы, ткани, подкорпы и области. Иное самосогнание во время голодания. Вот важно идти от этого состояния организма. Именно прислушиваться к нему, идти от него. В любом случае голодание является стрессом. Поэтому в первый день голодания может появиться головной упор. Это обычно в малом проценте. Или тяжесть головы. В малом проценте. Так, приблизительно 10% от группы. 10%. Можно принять что-то от головной боли, можно принимать. В любом случае это приходящее проявление. Оно бывает только в первый день. Для голодания не характерны головные боли. Я не беру людей, у которых они были прежде. Более того, после голодания уменьшаются головные боли или исчезают. В том числе и хронические. Мигрения и прочее, если они были прежде. Правда, при этом желательно, конечно, более продолжительный срок голодания провести. Так, приблизительно 10 дней или 2 недели. Далее, приблизительно на второй или третий день может появляться сердцебиение. Серцебиение не является каким-то тревожным проявлением. Вы гуляете на улице, появляется сердцебиение. Надо постоять 3-5 минут, пойти в более спокойный день. Появление сердцебиение сигнализирует вам. Организм сигнализирует вам, что идете слишком быстро. Не прислушивайтесь к организму. Когда начинаете идти более спокойно, сердцебиение не будет. То же самое при занятиях на тренажере. Появляется сердцебиение, сделает перерыв и возобновит упражнение. С меньшей нагрузкой и более спокойной темпи. Далее. В третьем суткам появляется слабость у людей с нормальным исходным весом. Естественное появление слабости, потому как падает вес. Поэтому понятно. У людей с повышенным весом слабость является кожей на пятый день. Там, где вес за 100-110 кг, за 7 дней слабость особенная не возникнет. Первые два дня организм использует в качестве пищи запасы углеводов. Их хватает на двое сутки. Они у нас умеются в области печени. После этого углеводы начинают образовываться из белков, глюконеогенеза, и из жиров. И начинают использоваться в небольшой степени белки и значительно начинают использоваться жиры. Белки используются не те, которые находятся в тканях, в мышцах, в органах, а так называемые лобильные белки. И это циркулирующие в кровеносном русле белки. Обычно. И они используются не интенсивно. А в основном используются жиры. После вторых суток. Жиры при этом распадаются до недоокисленных жировых продуктов. Углеводов мало. Они образуются из жиров, но их мало. А жиры, как известно, сгорают в огне углеводов. Поэтому жиры сгорают не полностью. И появляются в кровеносном русле недоокисленные жировые продукты. Ацетон, первоиноградная кислота, бетоксин, ацетон, сливоги. При голодании с укреплением одной воды может появиться при этом проявление подташины. Оно может быть разом, может быть полдня или весь день. В любом случае это тоже приходящее явление. Оно появляется чаще. Привязательно в 30-40% от группы. Связано с тем, что вот в этих лицах, которые появляются подташивания, появляется избыток недоокисленных жировых продуктов. Или идет такая аутоинтоксикация. Временная. Недостаточно хорошо работают каналы наведения шлага. Я чуть позже скажу об этих каналах. Появляется избыток этих недоокисленных жировых продуктов, подташивания. Ну, подташивание какой-то стих не символизирует очищение. Понятно, да? Ну, еще раз говорю, это тоже приходящее проявление. Наконец, при голодании с укреплением одной воды, на 7-й день, по наручным данным, у больных людей, а здесь раньше, на 6-й день, на 5-й, а нередко тоже и на 7-й, на 8-й, если человек голодает, имеет место переломный момент, который называется кризис. Кислотный кризис, ацедотный кризис, ацедотический кризис, кетоацедотный, у него разные названия. Еще раз говорю, бывает только при голодании с укреплением одной воды. В этот день устаете и чувствуете себя наиболее плохо. Слабость, головокружение, неустойчивость, пошатывание. Все, не хочется идти, хочется или лечь, или сесть, что рекомендуется сделать. Кризис продолжается у здорового кризиса не более часа. Во время кризиса организм полностью переходит на питание своими запасами, эндогенное питание. Если до этого организм еще надеялся, что, может, пища будет, и поэтому, значит, как бы ждал ее, то с этого момента он полностью переключается на внутреннее питание. Во время кризиса наблюдается активирование защитных сил и иммунитета. И уходит симптомы болезни, если была болезнь. Или резко ослабляет пса. Во время кризиса. После кризиса получается физический тонус. Человек чувствует себя лучше, бодрее, активнее, чем все предыдущие дни. И настроение его становится лучше, тоже, чем все предыдущие дни. То есть ему нужно дальше голодать, он голодает более легко, более удовлетворительно или комфортно. Вот кратко о тех проявлениях, которые имеют место во время голодания. Каналы выведения шлака. Почки, мочевые пузы, моча становятся более темные, концентрированные. Это один из самых активных каналов выведения шлака. Поэтому должно быть питье. Питье она расскажет Ольга Николаевна. Что, как и мог ее, и так далее. Далее, кишечник. В прямой кишке может накапливаться всякая дремь и может подвергаться обратному всасыванию. И тогда голодание протекает более дискомфортно. Поэтому надо делать кризису каждый день людям, которые редко голодают или не голодали вообще. Регулярно, каждый день, обычную кризису. Далее, открываются поры кожи. И через кожу тоже выводится шлаки. Поэтому кожа чистая должна быть каждый день. Душ надо принимать. При голодании употреблением с употреблением одной воды. Появляется налет полностью рта, на небе, на зубах, на языке. Поэтому не только нижний этаж пищеварительного тракта, но и входной путь пищеварения является каналом выведения шлака. Поэтому нам надо чистить зубы или полоскать рот очищающими растут. Также при голодании с употреблением одной воды, в середине первого дня или в конце, появляется голодный запах у завтра. Дыхательный путь – самый интенсивный путь выведения шлака. Этот путь активируется, когда вы двигаетесь, принимаете процедуру, сауну, занимаетесь утренажем. Когда усиливается значительно дыхательная вентиляция и интенсивно выводятся шлаки через дыхательные петли. Вот важно, чтобы все каналы выведения шлака активно функционированы. Когда голодание протекает более комфортно. Голодание является активным методом лечения. То есть вы активно участвуете в этом лечении. Двигаетесь, гуляете. Ходьба – неотъемлемая часть лечебного голодания. Не только вот по дорожке здесь или в спортивном зале, но и на улице обязательно. В прежнее время пациенты и в зимний мороз гуляли по 3-4 часа. Вот так это было в те времена. Ну вот. Поэтому активно проводите время. Процедуры, прогулки и другие нагрузки. Это отличает, кстати, лечебное голодание от голодовки. Я говорил, что лечебное голодание направлено было, а может, еще и не сказал, в советское время на духовные цели. Ну, сейчас это никого не волнует, духовные цели. Осталась только эстетическая цель. Вот так сказать, женщин, когда, скажем, при росте 165-168 и весит 58, ей надо иметь 53-51-48 кг. Это эстетическая цель. Но голодание в основном применялось в те времена, в советские, с лечебными, конечно, целями. Ну, и с целью очищения, оздоровления, снижения веса, само собой. Но в основном с лечебными целями. Поэтому голодание имело, так сказать, медицинскую, духовную направленность. Значит, голодовка, вы знаете, имеет, так сказать, правовые цели, тюмор, когда люди голодают, отстаивают права. Или это, так сказать, пиар, который устраивали депутаты. Вы видели, когда они лежали в рядок. Вот, гулять они не гуляли, пить неизвестно, чего пили, клизм не делали. В принципе, у них на третий день уже интоксикация. Это пассивный голод. Пассивный. Там накапливаются шлаки, их уже надо выводить на третий день. Поэтому это другой голод. Это, так сказать, спектакль, это шоу. Ну, такая страна у нас. Страна шоу. Спектакль, вы знаете. И президенты, и премьеры танцуют, поминки все. И поминки под крики, бравые. Такая страна. Страна игроков, артистов и спектаклей. Так вот, поэтому вот этот вот, эти устраивали такой спектакль. Совершенно другой пассивный. Лечебное голодание активно вы проводите. Активно участвуете с самого начала до конца.